Всем привет, меня зовут Владимир, я старший бэкэнд разработчик команды VKID и сегодня расскажу, с какими проблемами и задачами столкнулась наша команда при анонимной авторизации и как анонимные токены помогли справиться с частью из них. Но прежде чем начать рассказ про анонимные токены, давайте сначала вспомним, что же все-таки такое этот токен. В общем случае, токен это то, что позволяет вам получить доступ к какому-то сервису, не передавая каждый раз свои учетные данные, например, логин и пароль, либо какие-то там секретные ключи, если речь идет про авторизацию в контексте какого-то другого сервиса. Чаще всего, чтобы получить доступ в API другого сервиса, вам нужно получить какой-то ключ в виде некой строки. Ну, для примера, вот на слайде можно увидеть, как выглядит токен известный сервис GitHub-хранилище. Это просто некая строка. Теперь напомню, как же все-таки происходит сейчас на сегодняшний момент авторизация в API. У нас есть, ну, во-первых, нужно напомнить, что любая авторизация в API-VK происходит обязательно в контексте приложения. То есть, будь то какие-то наши нативные приложения, там, официальные под iOS, Android, или будь то какое-то ваше приложение, которое вы добавили, там, зарегистрировали в нашей системе, и пытаетесь получить доступ в API, там, и привязали в свой сервис. И, соответственно, у нас есть два варианта, как сделать запрос в API. Это анонимная авторизация, то есть вы передаете ClientID, ClientSecret, либо свой сервисный токен, который доступен у вас лично в кабинете вашего приложения. В таком случае ваш юзер еще не авторизован, и вы просто имеете доступ, ну, некий ограниченный доступ к определенным методам, в которые можно сходить без контекста пользователя. И второй способ – это когда в контексте вашего сервиса авторизован юзер, вы получаете пользовательский аксесс токен и продолжаете дальше делать запросы в API. В принципе, обычно с юзерским токеном доступа, конечно, гораздо больше в методы. Ну, с юзерским токеном, юзерским токеном наша презентация не посвящена. Возможно, это тема будущих докладов. Мы будем с вами рассказывать, будем разговаривать про анонимную авторизацию, в частности, про то, как мы заменили ClientID и ClientSecret, и в чем была проблема. Ну, первая проблема анонимной авторизации – это то, что когда вы каждый раз передаете секретные ключи приложения, вы вынуждены это делать на каждый запрос в API. То есть, соответственно, делая запрос с постоянными ключами, во-первых, есть риск, что они однажды могут куда-то утечь, но причины разные могут быть, даже может быть человеческий фактор. А такие ключи достаточно, ну, они постоянные, в принципе, вы не сразу можете узнать, что от вашего приложения кто-то еще делает запросы быстро. И поэтому хочется как-то эту схему все-таки как-то заменить и сделать более безопасной. Вторая проблема – это то, что когда у нас несколько приложений пользуются одними и теми же ключами доступа, ну, вы можете зарегистрировать свое приложение, в принципе, да, у вас может быть несколько источников запроса, мы никак не можем идентифицировать эти запросы, мы не можем понять, это с одного устройства, например, идет запрос, или с другого. Таким образом, мы не можем понять, что на самом деле пытается сделать пользователь в этот момент. То есть это один пользователь или их несколько. Для нас это проблема, потому что мы такие данные мониторим и хотим как бы улучшить жизнь всем. Третья проблема – мы не можем получить нормальную аналитику. То есть эта проблема третья вытекает в второй, но аналитика нам нужна в долгосрочную перспективу. Например, пользователь еще не авторизованный, попадает на форму регистрации авторизации. А это очень важная часть, да, VKID, на которой мы точно хотим знать, что все-таки делает пользователь, потому что у него может что-то не получаться. Допустим, какой-то пользователь банально не может неделю зайти в нашу систему. Соответственно, мы должны как-то это промониторить и понять, что же все-таки не так. Это какой-то баг или еще что-то. Мы должны понять, что эти запросы увязаны с одним и тем же пользователем. Ну и четвертая проблема. Пока еще пользователь не авторизован, а находится, например, на стадии входа в систему, ну, например, также он попал на форму авторизации или регистрации, нам очень интересно такие формы, ну, развивать, да, и мы должны быть уверены, что каждый наш шаг при развитии такой формы, там, мы, например, добавили какую-то кнопочку, добавили какое-то поле, мы должны быть уверены, что это никак не изменило конверсию, да, это никак не сломало там форму и так далее. Соответственно, мы должны быть уверены в шагах наших, а для этого мы должны стараться проводить АБ-тесты как можно чаще и внимательно смотреть аналитику. Но пока пользователь не авторизован, проведение АБ-тестов, в принципе, невозможно, потому что для проведения АБ-тестов в первую очередь нужно определять пользователя в какую-то тестовую группу, а если запрос анонимный, собственно, группы-то никакой нет, невозможно его как-никак зафиксировать. Ну, даже если бы можно было как-то временно его зафиксировать, не факт, что он перезайдет, например, вечером, у него кнопка утром была, а вечером она вдруг исчезла, да, то есть он попал в другую группу, да, то есть это проблема, и эту проблему нужно было решать. Ну, теперь по порядку, как все-таки можно будет устранить такие недостатки. Попробуем повысить безопасность наших токенов. Ну, для начала напомним, как все-таки работает протокол OAUS 2.0. Это очень известный протокол, наверняка рано или поздно каждый сталкивался с ним. Если один сервис пытается авторизоваться через другой сервис, то пользователь другого сервиса вводит свой логин и пароль один раз, да, путем системы редиректов, да, в браузере происходит обмен OAUS кода, после чего сервис, который пытался авторизоваться через другой, запрашивает по этому коду временный токен, access token и refresh token, который достаточно живет долго, либо может жить вечно. В таком случае приложение начинает ходить только с access token, он имеет достаточно короткий цикл жизни, и если его, ну, как-то можно было бы скомпрометировать, там, угнать, да, то, в принципе, учитывая его короткий срок, это не так критично, да. То есть, более того, при переполучении нового access token с помощью refresh token, access token старый, можно смело отзывать. А теперь, как работают анонимные токены. На самом деле, почему мы рассказали про OAUS 2.0, потому что модель, на самом деле, очень похожая. Мы предлагаем использовать ClientID и ClientSecret, в принципе, как пару логин и пароль. Приложение один раз авторизуется, получает в ответ анонимный токен, который имеет короткий цикл жизни, ну, в нашем случае сейчас он составляет 24 часа. И далее, после того, как такой токен протухает после 24 часов, приложение должно опять его, ну, сделать процедуру пролонгации, то есть продление этого токена, отправить старый токен, который она получала до этого, и отправить еще раз свои секреты приложений, ClientID и ClientSecret. Как мы справились с тем, что мы хотим как-то идентифицировать наши запросы? Мы решили добавить индификатор запроса в токен. Индикатор запроса в токене мы назвали AnonymID. Ему адресовано IN32. По сути, мы храним там положительное целое число 32-битное. Почему именно IN32? Ну, на самом деле, ответ достаточно прост. Причин несколько. Ну, первая причина, да, это достаточно простой тип. Его хватает для того, чтобы мы могли смело разделять все анонимные запросы к нам. Для него не нужно было придумывать какой-то тип дополнительно в коде. Более того, уже существующий код прекрасно работает с типами данными IN32. У нас нет никаких проблем, да, и, собственно, этого было достаточно. Ну, на самом деле, есть еще одна причина, но они сейчас чуть позже, по порядку. Поможем аналитике, да. Напомню, что нам нужно было как-то закрепить историю, что идентификация пользователя анонимного, пока он еще не авторизовался, должна быть достаточно долгосрочной. То есть, допустим, он день, два, три может делать свои запросы, а анонимный токен мы создали с коротким циклом жизни. Соответственно, мы должны постоянно эту нить сохранить, чтобы пользователь наверняка идентифицировать на всех его этапах, даже после пролонгации токена. Соответственно, как мы это сделали? Ну, раз мы сказали, что при пролонгации токена нужно будет отправлять предыдущий обязательно токен для верификации, мы просто берем аноним ID из предыдущего протухшего токена и помещаем его в новый токен. Таким образом, цепочка сохранения анонимной сессии будет постоянной. Ну, пока клиент как-то ее сам не разрушит, например, просто захочет получить токен, ну, он этого не делает. Если работать в рамках флоу, то все получается корректно, и таким образом пользователя можно идентифицировать наверняка и долгосрочно анонимно. Теперь нам осталась самая главная, наверное, часть, наша главная боль, это проведение АБ-тестирования для анонимных запросов. Ну, кстати, вот одна из ключевых вещей все-таки, почему же мы взяли N32? На самом деле мы обнаружили, что у нас в коде, ну, наша система АБ-тестирования, она была изначально рассчитана для проведения тестирования над нашими пользователями. Наши пользователи ВКонтакте имеют их данных N32, то есть целое положительное 30-битное число. И, соответственно, код так был устроен, что, в принципе, мы можем просто вместо пользователя использовать, ну, какое-то другое положительное целое 30-битное число. И таким образом мы можем просто переиспользовать текущий код вообще с минимальными усилиями, и можем смело проводить, запустить нашу площадку с АБ-тестированием для анонимных запросов. Ну, теперь о теории ближе к практике, да, как же все-таки устроены анонимные токены, что они из себя представляют в реальности, и как мы передаем их по HTTP-протоколу. На самом деле ВКонтакте не стал изобретать никакой велосипед, взяли готовый стандарт, это JVT-токены, JSON-web-токен, достаточно молодой стандарт, но, в принципе, его достаточно, чтобы решить наши задачи, наши проблемы. Ну, теперь можно ближе подробнее напомню, как все-таки устроены JVT-токены. Он состоит из трех частей. Первая часть – это заголовок, в ней в основном хранится информация, метаданные токена, то есть что это за токен и каким алгоритмом шифрования он подписан. Вторая часть токена – это payload. Это самая важная часть, это, по сути, ну, для нас самая важная часть – это, по сути, данные, которые мы можем положить в этот токен. Здесь хранится аноним ID, который мы придумали для идентификации запроса, здесь хранится app-ID, это то приложение, в контексте которого был получен токен. Хранятся также даты создания этого токена и даты протухания этого токена. Последняя часть – это подпись этого токена. Напомню, как работает вообще стандарт JVT-токена. Первая-вторая часть, первая-вторая часть конкатинируется, и от нее получается хэш вместе с секретным ключом. Чуть подробнее это вот на следующем слайде видно. Мы используем алгоритм симметричного шифрования. А, кстати, какие у нас были варианты-то шифрования использовать при JVT? На самом деле два всего варианта есть. Это использовать асимметричное шифрование и использовать симметричное шифрование. Асимметричное шифрование применяется в основном, когда одна сторона, например, должна выдать такой токен, подписать его, а вторая сторона только читать. Она не имеет права туда вмешиваться, не может никак изменить его содержимое. В нашем случае токены выдаем только наш бэкэнд, и только мы их обратно принимаем и верифицируем. Поэтому мы используем просто асимметричное шифрование и такой токен подписываем своим секретным ключом. Используется функция HMAX SHA-256. Это функция, да, в рамках стандарта JVT токена. Она была разработана еще в компании IBM очень давно, 90-е годы, если я не ошибаюсь, в 92-м году. По сути, это просто функция, которая выполняет хеширование от каких-то данных, подмешивая туда секретный ключ. Ну и пылот, я уже немного рассказал, что хранится. Это ID-сессии, ID-приложения, дата создания, дата протухания. Вот четыре основных поля, которые нам, в принципе, достаточно. Почему же все-таки ВКонтакте используют JVT токены, почему не что-то другое? Ну, во-первых, надо сразу напомнить, что ВКонтакте это очень высоконагруженный проект и имеет очень огромный РПС. А только доступ в IP составляет более 1 миллиона запросов в секунду. Соответственно, когда нам приходит какой-нибудь запрос очередной с токеном, мы должны этот токен на каждый запрос обязательно провалидировать и верифицировать. То есть пришел ли правильный токен, правильные ли в нем данные, могут ли данные, которые сжиты в токене, в частности приложения, делать запросы в определенный сервис нашего бэкэнда. Соответственно, для нас очень важно минимально сократить максимально возможно затраты наших ресурсов на верификацию токена. А для того, чтобы верифицировать JVT токен, достаточно просто взять его содержимое, которое тут же пришло, посмотреть его подпись, которая также пришла в токене, и просто заново вычислить эту подпись на основе содержимого и сверить. То есть верификация очень быстро, она не затратит никаких наших дополнительных, не нужно делать никакой поход в кластер, мы экономим кучу времени, то есть работает только воркер. И вторая причина – JVT токен, семантический токен, соответственно, мы можем туда спрятать кучу информации, нам нужно, в частности, мы, собственно, и спрятали туда аноним ID, приложение, дату протухания, дату создания. Таким образом, нам не пришлось это хранить где-то дополнительно на наших мощностях, в кластере. И, соответственно, когда приходит такой токен, после очередной верификации нам не приходится делать никакие запросы в кластер. Мы можем сразу понять, что это, просто распарсив обратно токен у себя на бэкэнде. Теперь немного по пролонгации анонимного токена, и какие у нас могут быть проблемы. Бак вообще работает пролонгация токена, а как приложение понимает, что токен пора пролонгировать. На самом деле, там абсолютно классическая схема, с очередным запросом приложение получает ошибку, что ваш токен протух, и дальше запрос этим токеном выполнять нельзя. Соответственно, приложение в таком случае должно реагировать на эту ошибку, выполнить запрос для пролонгации токена обратно с кредами приложения, и получить опять свежий токен. Но все же в этой схеме не так все просто. Да, есть некоторые проблемы. Какие могут быть проблемы? Первое. Приложение, в принципе, зачастую, например, мобильное приложение, оно в фоне делает очень много запросов, в API продолжает. Эти запросы зачастую, они не в контексте пользователя, они в контексте анонимных запросов. Они продолжают делать эти запросы в API с анонимными токенами. Зачастую такие приложения делают запросы асинхронно, и потоков таких может быть несколько. Соответственно, может так получиться, что уже на первом запросе в потоке стало ясно, что токен протух. Но запросы уже отправлены, и, соответственно, вся эта порция из 10 запросов в 20 обратно возвращается с ошибкой. То есть они были бесполезны как для клиента, они были бесполезны как и для бэкэнда. Мы потратили бесполезное время и ресурсы наши, чтобы ответить, что токен уже протух. Соответственно, мы хотим этого избежать. Вторая проблема, ну, тут все зависит от того, как все-таки реализовано будет на стороне клиента. Всегда есть риск, что может быть такая архитектура, что отправляя анонимный запрос токена в отдельном потоке и получив ошибку, приложение захочет в этом же потоке его пролонгировать. А, например, ну, можно забыть просто, что, да, есть другие потоки, и там происходит пролонгация в том числе. И при такой неправильной архитектуре приложение также бесполезно могли бы отправить запросы и бесполезно могли бы пролонгировать. И самая, наверное, важная проблема на самом деле – это то, что когда протухает такой токен, приложение не может дальше продолжать делать запросы. И в таком случае оно вынуждено затормозить все свои запросы с этим токеном, пока оно не получит новый. Если этот процесс может затянуться, то, в принципе, пользователь может получить, прямо увидеть некий фриз на экране, да, то есть какой-то прелоудер, да, а если вообще там какие-то могли быть все, что угодно, в этом момент сетевые проблемы могли быть и так далее. То есть приложение просто, ну, будет потупливать, пока не получит новый токен. Как же решили все-таки избежать эту проблему? Пока решили проблему эту решить на самом деле на клиенте, тем, что когда мы выдаем очередной анонимный токен, мы возвращаем также в рейд даты его протухания и просим клиентов заранее продлевать такие токены. Когда токен очередной будет продлен, вот тот токен, который, ну, он еще не протух в это время, да, то есть у него там срок жизни подходил к концу, мы их обратно никак не отзываем, ну, то есть мы предполагаем, что он протухнет естественным путем, просто приложение имеет право заранее такие токены продлевать. Таким образом, у него есть шанс всегда это сделать в каком-то отдельном потоке, токен будет обновлен, никаких фризов нет, это в один запрос, то есть никаких накладок, в принципе, быть не должно, если слово будет соблюдено правильно. Ну, какие в итоге получили мы преимущества-то, маленький токен? Ну, собственно, да, мы немного повысили нашу безопасность, мы меньше светим секретами приложений, мы получили ID анонимной сессии, можем идентифицировать теперь запросы, да, иметь целые метрики по анонимным запросам пользователя, да, чтобы строить правильную картину, чтобы с пользователями, да, какие проблемы. И самое главное, мы можем проводить АБ-тестирование, потому что VKID имеет очень много задач для улучшения авторизации, регистрации в рамках экосистем. Соответственно, мы должны проводить обязательно АБ-тесты, когда мы делаем очередную фичу для таких форм, да, то есть банально пусть там кнопочка, там даже покрашена, там другой цвет, даже с другим отступом и так далее, да, или какой-то сложный функционал, так тем более, да. Теперь мы можем это делать, это очень круто. Ну, что же дальше? Получили мы анонимные токены, мы сделали наши какие-то, ну, решили проблемы, которые мы знаем, а можно ли как-то дальше их использовать и как-то решать другие проблемы? На самом деле мы выяснили, что да. К примеру, мы обнаружили некий паразитный трафик в нашей IP. В частности, мы обнаружили, что в те методы, которые должны ходить приложения в контексте VKID, ходят другие приложения, и такой трафик достаточно высокий. Соответственно, мы вынуждены этот паразитный трафик, получая запросы, каждый раз верифицировать и каждый раз говорить, что, отвечать на такие запросы, что доступ запрещен. Соответственно, ну, мы могли бы этого избежать. Да, как мы можем избежать с помощью анонимных токенов? Ну, так как у нас это GVT токен, так как у нас есть свободный пользователь Payload, который мы можем туда помещать все, что хотим. Например, мы могли бы, в принципе, в Payload поместить определенный параметр, когда мы только выдаем токен, потому что в этот момент мы уже знаем, что за приложение. Мы можем поместить, например, что это приложение является частью VKID. Соответственно, когда такой токен еще раз к нам придет, мы можем просто заглянуть, верифицировать токен, заглянуть в Payload и посмотреть, есть там такой параметр или нет, какого у него он имеет значения. И не будем делать дополнительный поход в кластер. В принципе, на этом про анонимные токены все. Хочется еще также отметить, что на самом деле это одна из первых реализаций. Мы решали наши проблемы, решали наши задачи. Дальше будут еще обновления. Так что следите за новостями. Всем спасибо за внимание.